Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Моего молодого человека беспокоят приступы агрессии. Меня тоже беспокоят, потому что это приступы действуют на меня. Он может обозвать, говорить, что хочет сделать больно, но на самом деле пытается подавить себе это. Не хочет так себя вести, но не может себя сдерживать, говорить, что боль для него это нормально. Ведёт себя примерно так. Говорит, хочет обнимать, целовать, но в то же время щипать и делать больно. Я понимаю, это звучит тико, но я люблю этого человека, хочу ему помочь. Но он ведёт себя, наверное, для меня некомфортно, меня это раздражает, очень настораживает. А обзывания сильно обижают. Что делать с ним, как убрать, получается, если он так себя ведёт. На самом деле это не любовь, я вижу его чувства, наши планы. Как он относится ко мне без этой агрессии, но когда этот период снова наступает, это сильный напряг. Екатерина, смотрите. Первый момент, это то, что вот классическая такая ошибка, классическое заблуждение, что если какой-то негативный момент у человека убрать, ну, то есть, вот если убрать, например, агрессию вашего молодого человека, допустим, то он будет идеальным. Это не так, потому что агрессия, это определённая, скажем так, попенция, вот, которая связана с определённой, чертой характера вашего молодого человека, с определённой его, ну, если можно так выразиться, личностной особенностью. Вот. И если убрать агрессию, ну, вот, как-то, да, ну, гипотетически, то у вашего молодого человека будут другие проявления, иные проявления. Вот, это важно понимать. И не факт, совершенно не факт, что вам эти другие проявления, да, как-то, вот, понравится, да, не факт, что вы будете от них в восторге. Совершенно не факт. Поэтому это, вот, такое заблуждение, оно достаточно, ну, распространённое, да, так скажем. Что, вот, сейчас я уберу, да, какие-то особенности, особенности моего партнёра, да, то есть, ну, например, алкогольную зависимость уберу, наркотическую зависимость уберу, там, допустим, ещё какую-то зависимость уберу, и всё, сразу всё будет хорошо. Нет, не будет, потому что молодой человек решает, решает через агрессию какую-то свою проблему. И, соответственно, решив её, молодой человек будет вести себя иначе. Возможно, он не будет таким внимательным к вам. Возможно, у него будут проявляться какие-то ценности другие, которые, ну, вот, до сих пор, скажем, не проявлялись. И так далее. Поэтому желание убрать агрессию, оно понятно. Но не нужно заблуждаться относительно того, что агрессия уберётся, а молодой человек останется вот таким же, только без агрессии. Нет, нет, ещё раз нет. Бывали случаи, например, лично у меня, в моей практике, когда подобное приводило к изменениям человека. Вот, и, в общем-то, эти изменения не очень нравились партнёру, потому что человек менял. Это первое. Первое, на что хочется обратить внимание. Второе, второе надо, на которое хочется обратить ваше внимание. Вы говорите о том, что, ну, вроде бы понимаете, что у молодого человека агрессия, да, вроде бы понимаете, как-то вот, что у него есть, ну, вот, какие-то сложности, да, какие-то проблемы. Вот, но, несмотря на это, несмотря на то, что вроде бы вы понимаете, вы сразу почему-то обещаетесь, когда он говорит вам какие-то грубые вещи. Вот, это, на мой взгляд, немножко показывает вашу, ну, не то уязвимость такую вот, ну, чрезмерную, да. Вот, не то показывает это вашу личностную недрелость. То есть вы принимаете почему-то на свой счет, что он вам говорит. Вот, хотя, совершенно очевидно, что он это говорит, ну, вот, под, ну, находясь в определенном состоянии, вот, и, как бы, к вам это, это отношение не имеет. Вот, это такой аспект. Следующий аспект, на который нужно обратить внимание, это то, а видит ли молодой человек проблему в том, что вы описываете, вот, потому что, если он видит проблему, помочь может. Если он в этом проблему не видит, то, как можно здесь с этим ничего не сделать. Поэтому, пока что, вот, проблема его, вроде бы, а обращайтесь почему-то вы с этой проблемой. Вы, а не он. Вот, тоже довольно интересный, как мне кажется, аспект, да. Дальше, эм, то, что вы описываете, очень похоже на садомазахистический, эм, скажем так. Ну, склад характера, давайте вот так, наверное, это назовем. Вот, садомазахистический склад характера, садомазахистический, в данном случае, садомазахистическая личность. Когда у человека, эм, какое-то удовольствие, наслаждение, эм, в общем, эм, связанное с болью. Вот, ну, так у него, у него жизнь сложилась. И, соответственно, если, эм, человек, в данном случае, лечь идет о том, что он, эм, как бы, такой вот, садомазахистический. Вот, и если вы, эм, вот, как-то, ну, в текущий момент, да, не разделяете его, эм, предпочтения, да, не разделяете его, эм, пристрастия, скажем так, то, конечно, вы, ну, не можете, не можете, эм, друг другом нормально взаимодействовать, потому что вам кажется это странным, вам это кажется, эм, ненормальным, вам это кажется вообще диким. То, что, вот, он, хочет проявить нежность к вам, в то же время хочет, эм, пришить боль. Хотя для него, эм, причинение, причинение боли и, и, любовь, это, в принципе, вот, вещи, идущие, идущие рядом. В силу его, вот, эм, так скажем, ну, в силу его вклада характера, эм, в силу его, эм, в какой-то, вот, эм, модели поведения, в силу его, эм, личности, сейчас. Это, это так. Вот. И то, что вы говорите, что вы его любите, это обязательно вызывает вопрос. По этой причине. А любите ли вы его, или нарисовали образ, что, такой, иде, такой, идеальный образ, эм, мужчины, у которого, вот, есть маленький недостаток в виде, вот, того, что вы описали. Это тоже важно, эм, разобрать и тоже важно, как-то, вот, эм, увидеть, что там. Эм, следующий аспект, на который хочется обратить ваше внимание, да, это на то, что вот, ну, если, эм, вы говорите, эм, например, эм, про то, что на вас это влияет, то, эм, как мне кажется, это вопрос личных границ, да, то есть, как-то вот, ну, не выстроили вы личные границы со своим, эм, молодым человеком в отношениях, эм, не выстроили вы, не отделили, эм, себя от него, эм, как бы, ну, в полной мере, и, соответственно, на вас это влияет. Нужно сказать, эм, что в этом, эм, случае, эм, на вас это влияло бы, эм, все что угодно, эм, вот, вот, абсолютно все что угодно на вас бы влияло, в этом смысле, эм, вот. Эм, эм, даже если бы молодого человека вашего не было вот таких, эм, вот, таких, назовем это так, особенностей, да, на вас бы влияло что-то другое, потому что если у человека, эм, личных границ нет, то ему как-то, вот, сложно, эм, эм, сохранять свою автономность, в данном случае, вот, поэтому эта работа и, эм, эм, с личными границами тоже. Эта работа с личными границами, она необходима, вот. Эм, личные границы, эм, предполагают, эм, также, эм, историю про, эм, четкость позиции. То есть, понимаете, эм, на данный момент, в какой вы находитесь интересная ситуация, эм, вы говорите, эм, что, эм, молодого человека беспокоят при, приступе агрессии. И вы в этом находитесь. Эм, при том, что вы ничего не пишете о том, что молодой человек обращается за помощью. Ну, он же вас любит, он же не хочет приснять вам боль. Вы ничего не говорите о том, что он что-то делает. Значит, вы находитесь в эм, такой ситуации, где ваша позиция вроде как нарушается уже, но по факту вы эту позицию приняли. Но молодому человеку нет, эм, из этой сферы мотивации что-то менять. Ну, потому что обратиться за помощью, это нужно, как-то вот, признать, что я беспомощный, обратиться за помощью, это определённая работа, это психотерапия, да, и так далее, и так далее, и так далее. Это определённый, как бы, ну, определённый процесс. Что делать, если вы в этом уже находитесь? В определённый момент, когда его особенности для вас стали некомфортно настолько, что вы это почувствовали, и вы это почувствовали не один раз, то есть это не случайно. У вас не оказалось моделей поведения, чтобы на это отреагировать так, чтобы, ну, как-то вот, защитить себя, чтобы сохранить свой комфорт, чтобы молодому человеку донести, что это проблема. Вот. Знаете, какая штука. Вот. Так что здесь тоже какой-то вот момент достаточно неоднозначный, да, то есть, ну, такой образ, да, создаётся, что вы вот в этом смысле достаточно пассивны, то есть вы просто надеетесь, что молодой человек изменится, и всё, ну, этого не произойдёт. Дальше. Вообще не хватает, не хватает контекста, с той своей, которую вы описываете. Потому что вы говорите, что он пытается себе это подавить, но обзывает и говорит, что хочет в глаголе. Раз вы говорите про приступы агрессии, значит, вы знаете, что это приступы агрессии. Вы различаете это, вы выделяете агрессию как что-то отдельное. Опять же, вопрос, почему в таком случае вас это сильно обжарит. Знаете, обида – это про детское состояние. Обида – это детское чувство. Обида – это детское чувство, когда я перекладываю свои трудности на другого человека, я обвиняю человека в том, что это вот он виноват, он виноват в том, что говорит мне что-то плохое. Я не смотрю на себя в этот момент, я не обращаю внимание на себя, я не вижу проблемы в себе в позиции зрелого взрослого человека. Вы здесь в позиции ребёнка. И у меня закрадывается невольная мысль о том, а нет ли у вас здесь вторичной выгоды? Находиться в такой вот, казалось бы, довольно-таки некомфортной для себя ситуации. Если вы думаете, что ваша любовь к нему проявляется в том, что вы, несмотря на его особенности с ним, нет, это скорее жертвенность, это больше похоже на то, что вы боитесь остаться одна, чем на то, что вы его любите. Вот такая получается история. Да, про контекст я не сказал. Вот контекст ситуации, которую вы описываете, да, то есть вот вы пишете, что он может обослать, говорит, что хочет сделать больно, говорит, что боль для него это нормально, ведёт себя примерно так, говорит, что хочет обнимать, целовать, но в то же время щипать и делать больно. Вот мне бы хотелось поподробнее раскрыть контекст, да, то есть, ну, услышать версию молодого человека, чтобы он как-то рассказал, да, как у него это происходит. Потому что вполне возможно, что здесь мы имеем дело не с неконтролируемой агрессией, которая является, в общем-то, серьезной проблемой, а с тем-то другим. Вот. Например, молодой человек подавляет недовольство к вам. Например, молодой человек там решает каким-то образом еще какую-то свою проблему. Вот. Понимаете, да? То есть это вопрос доверия ваших отношений. Немножечко вот так я бы хотел эту всю ситуацию представить, да, то есть я попытался раскрыть вам более полную картину того, что происходит, указать на вашу позицию, указать на те проблемы, которые я увидел в данном контексте и в данном случае. И, соответственно, ну, как минимум вам вдвоем нужно обратиться за хотя бы семейной консультацией, то есть консультацией для пар, вот, чтобы как-то вот, ну, вообще понять, чего происходит там. Вот. И это ли вообще проблема? Вот. Потому что сейчас вы напоминаете классическую историю, вот, что, вот он такой плохой, он такой вот тиран, вот у него приспогрессия, я такая вот несчастная, значит, что я терплю и обижаю. Понимаете? Вот. То есть гипотетически, если вы обидчивая, то молодой человек, обижая вас, чувствует вину. Когда появляется объяснение, что у меня просто агрессия, ну, как-то вот вина спадает. Вот. И, соответственно, вполне может быть история про невротические отношения. Вот. История про то, где вот либо один из партнеров, либо оба за счет друг друга пытаются решить какие-то свои проблемы. Вот. Это не исключает того, что у вас действительно есть нему чувства, но если бы мы вот эту невротическую историю разрешили бы и вывели бы за скобки отношения, то есть когда человек берет на себя ответственность за свои личные проблемы, например, вы бы взяли ответственность на себя за свои обиды, например, и за то, как бы, да, ну, за свой комфорт. А он бы, например, залатывался на свою агрессию, если у него действительно агрессия. Ну, это вот уже как-то могло бы стать решением проблемы. Но, скорее всего, без помощи психолога вам здесь не обойтись. Поэтому, если вы на самом деле хотите решить проблему, вам нужно обратиться к специалисту. Дальше. Вы говорите, значит, получается, если он так себя ведет, на самом деле это не любовь. Это про ваши страхи и про вашу неуверенность в себе, то есть про низкую самооценку. Вам, Екатерина, необходимо работать со своей самооценкой. Со своей самооценкой. И вот в целом, видите, какая ситуация получается? Ситуация получается такая, что вы сомневаетесь в своей ценности, вы боитесь, что вас не любят. А в молодых человек про лет агрессию? Как бы подтверждая вам, ваши как бы мысли о том, что вас не любят. Точнее, еще хотелось бы узнать, а у молодого человека агрессия-то появилась только с вами в отношениях? Или она была у него всегда? Вот. Ну, как минимум, звучит странно, что вам что-то не нравится, вы терпите. Да, во-первых. Вот. И странно звучит, что молодой человек себя сдерживает, молодой человек вас любит. Есть планы, вы говорите, я вижу его чувства. Но в то же время с этим ничего не делаем. И вот когда вы говорите, что я вижу его чувства, у меня опять же складывается ощущение, что вы пытаетесь на него опереться. То есть вам его чувства, его отношения важнее, чем вы, чем ваши чувства, ваши отношения. Вот это и есть то, что называется невротическое взаимодействие. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Здравствуйте. Понимайтесь личностным ростом, лучше всего это делать со психологом. Вот. Так, по крайней мере, какие-то направления быстрее вы увидите для этого. Надеюсь на обратную связь по моему ответу, это поможет вам начать работу над собой. Можете дать послушать ответ вашему молодому человеку, то сможете вместе послушать мой ответ, тоже будет полезно. Вот. И, ну, предполагая и надеясь, что молодой человек умает в этом случае, тоже хочется, наверное, сказать вот что. Если возникает агрессия, то агрессия – это реакция защиты. Естественно, нормальная для каждого человека реакция. Да, здесь она более ярко выражена. Это правда. И агрессия возникает тогда, когда есть угроза. Но вашему молодому человеку нужно позамечать, в чем для себя он видит угрозы. Это очень важно. А вам обоим нужно честно сесть и признаться в том, насколько доверительны у вас отношения здесь и сейчас. Можете ли вы сказать, что полностью друг другу доверяете? Потому что если доверяете вы друг другу не полностью, то в никаких планах речь быть не может. Или получается, что вы живете только этими планами. То есть не живете здесь и сейчас. Я вам желаю всего самого доброго. Я надеюсь, что вы оба обратитесь за помощью. Или хотя бы кто-то из вас. Лучше, конечно, чтобы оба. Вот. Всего вам самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok